всем доброго времени суток уважаемые также подписчики и гости моего канала сегодня у нас пойдет речь о маленьком ремонте катушек своими руками ну и вот у меня сегодня в гостях вот такая вот рыболовная катушечка называется она altesa бренд коми вот получается go fishing white go fishing white коми вот такая катушка катушка у нас очень бюджетная в районе 22 25 долларов она стоит написано у нас здесь 11 подшипников но нашу я всего 7 вместе с роликовым вот я ее уже обслужил подобрал все регулировочные шайбы вот у нее теперь стал как который может теперь эта катушка с таким ходом может даже конкурировать самыми дорогими брендами дайва и шимана вот и мой друг будет очень рад он горит я горит про рыбачу на нее пять лет я говорю да ты чё говорю это уже говорю все говорю выкинь он говорит а зачем говорит она же горит у меня за пять лет ни разу не подвела это бюджетная катушка но если не подвела значит пришлось ее делать так что вот дима видишь твоя катушка теперь вообще бомба можешь выкинуть свой новый биомастер только скажи куда выкинуть выкинешь и у тебя вот теперь взамен есть такая у матная катуха вот ну ладно пошутили пора уже за дело ну что касаемо у нас про эту катушку по ремонту вот все катушки которые имеют вот такие вот складные ручки у них как правило проблемы с ручками люфт доходит уже такого состояния что уже просто невозможно уже рыбалить видите какую дух в этом механизме который складываться просто вот такая болтанка уже просто страшное дело ну и также был уже вместе с запрессовки штока на котором крепится кнопку тоже тут уже все почти оторвалась тоже уже ходил такой большой люфт и все это вместе в совокупе было просто страшно даже крутить но вот сейчас вам расскажу как я избавился от таких неприятных моментов принципе ничего здесь хитрого ничего здесь и нового нету вниз нет никаких новых ноу-хау ли забрите изобретений сделать это может любой человек начнем наверное скажем так вот наверно с этого штока на котором не крепится кнопку он раздал разболтался увидим 10 есть такие два среза под ключик вот они либо по шатижами взять зажать либо ключом и внутри деревянной ручки самого кнопа есть резьба по резьбе его откручиваете дальше там это как я понял вообще не предназначено чтобы сниматься там два подшипника есть но я как понял это вообще не разборно потому что у многих китайских катушек сколько я видел у них это часть идет общение разборно по сути дела то есть они отодевают и здесь и запрессовывают и все то есть больше тут ничего не надо то есть я снау деревянный кнопку упер там специально на металлическую поверхность как по конфигурации подобрал и сверху маленьким молоточком вот этот латунный шток я просто оклепал то есть убрал вот этот вот люфтку на котором он болтался то есть вот как бы его оклепал все люфт самого кнопа исчез конечно я маленько чуть-чуть зажал подшипники которые там есть но буквально сделал выбрал такую грань усилия что и подшипники легко прокручиваются и сам кнопку же не болтается вот что я сделал с этим механизмом в котором люфт вырезать проклад прокладочку я вырезал из жести из обыкновенной вот например любую консервную банку это баночка из-под паштета скажу очень вкусный паштет уважаемые ну и видно вкусные паштеты кладут в хорошие высококачественные такие вот баночки такая очень хорошая приятная жизнь мягкого цвета она даже таким как лаком покрыта вот она очень мягкая очень качественно вот я вырезал из него такую пластинку и дальше вам нужно будет по конфигурации самого вот это вот механизма до вырезать прокладочку такую вот получилось вот у меня такая г-образная прокладка вот что она и себя представляет такой г-образный профиль так вот одну я тоже вырезал но она буквально размерами чуть чуть поменьше я сделал чуть чуть побольше чтоб она прямо впритык входила и все то есть вырезается она так чтобы у вас она соприкасалась на верхней площади да вот на это вот делала убирал этот зазор и сбоку чтобы у вас убирал от в этой вот плоскости и боковой плоскости то есть верхней в боковой плоскости убираю люфты то есть вот можем мы ее так вот аккуратненько сейчас туда вставим хоп видите и все уважаемая люфт как рукой сняла видите все он ни в какой плоскости у нас теперь люфта нету вот таким небольшим маневром мы убрали люфт как будто новая цельная ручка как будто вкручивается у нас ведущую шестерню главной пары все люфта нет его как рукой убрала просто все идеально здесь вот таким способом можно избавиться от этого люфта вот эта прокладочка внутри желательно ее подогнать тютя в тютю почему что в процессе открывания то есть и закрывание ручки то есть в моменты складывания чтобы она у вас не выпала многие наверно скажут что можно посадить ее туда на клей там на эпоксидку на супер клей ну в принципе этого делать не надо если вы точно ее по размерам подгоните вот даст от самого верха до самого низа до куда она может войти то она и сама не выпадет потому что вы даже вот вы не час вот самому пинцетом уже лучше пинцетом очень-очень даже уже проблематично вот только так подковырнуть если хорошо вот и все можно в этих местах обычно всегда находится смазка и чтобы полностью как бы сказать обезжирить от этой смазки всю эту поверхность это очень-очень проблематично еще тем более зачистить края до чтобы посадить это вот на клей лучше вытащить прям под самые размерчики идеально подогнать и она у вас сама оттуда никогда не выпадет вот вот таким не заурядным маневром мы убрали полностью люфт в ручке ничего здесь хитрого нет таким образом мы отремонтировали ручку так дальше что можно сказать по этой катушке дальше на этой катушке у нас получился еще вот такой момент человек и пользовался пять лет она его ни разу не подвела это бюджетная катушка и получается что пружина которая фиксирует механизм самосброса и ну как бы сказать не то чтобы сама сброса которая фиксирует дужку лесоукладывателя и сбрасывать ты сама сбросил она у нас до конца до сюда доходила здесь нам слышно челчок до что фиксируется она не фиксировался надо шла и болтаться здесь спокойно то есть извиняюсь еще раз извиняюсь то есть до конца она откидывалась а в конце не фиксировался просто болталась и получались сама сбросы пришлось а вот этот момент как бы делать то есть на каждом катушках эти механизмы здесь разные и явно скажу что вот такой способ которым я воспользовалась он помог потому что это нужно будет по факту смотри в частности на каждой катушке то есть получается скоба откидываться а дальше она не фиксируется просто болтается вот давайте посмотрим что мне пришлось сделать для этого вот если можно посмотреть саму работу мы видим он такая пластмассовый приемник не стоит пружинка она у нас до сюда доходит дальше идет щелчок вот она фиксирует потому что она отсюда перекручиваться в другую сторону дальше вот туда раз и все она этого момента не доходило то есть она сжималась пружина в ту сторону она у нас не падала чтобы ее зафиксировать здесь я получился вот такой момент я конечно в течение получаса попыхтел подумал ни за чего это зависит смоделировал в голове этот момент и получается вот так вот пружина сжимается видим что у нее это пластмасски и снизу есть такой как бы паскоток то есть выпираться и сверху такая пимпочка выпирает то есть в одной она упираться вверху в крышку другой вот в ротор да когда пружина доходит она должна повернуться раз ту сторону раз в это она просто стоит на месте не двигалась то есть сам вот этот вот шток толкатель он был идеально прямой вот он был просто прямой от этого и не хватало изгиба чтобы подтолкнуть эту пружину с этим фиксатором другую сторону я его и загнул в сторону того места куда она должна у нас двигаться просто быть камином описать пассатижами видите в этом месте сделал изгиб и все в этом момент когда доводится у нас механизм этот изгиб как бы подталкивает вот этот пластмассовый толкатель как бы сказать чтобы он у нас повернулся в другую сторону вот таким изгибом я добился нужно нужного результата и работы этого механизма вот ничего тут страшного такого нету но опять же говорю что на каждых катушках это все по-разному ну вот если посмотреть конструкцию этого механизма что тут принципе все металлическая только вот этот пластмассовый приемник в принципе сделано надежно нагрузка на него конечно ложится ну не знаю пять лет отработала у человека и ничего не случилось вот такие вот небольшие хитрости скажем так пришлось а мне применить по этой катушке чтобы она дальше у нас заработала ну и соответственно провести ту корпус этой катушки если кому интересно полностью пластмассовый но допустим посадочные гнезда коренных подшипников они не разбились скажем так она кулисного типа стопор обратного хода как традиционно на всех китайских катушках тем не менее он работает в принципе за эти 25 долларов катушка отработала пять лет не знаю как сегодняшние цены у китайцев на рынке но он буквально еще меньше года назад летом до прошлом можно в зим было у китайцев купить катушку за 10 долларов которая 10 подшипников то есть я приходилось мне доводилось делать такие катушки как бы сказать обслуживать и я вам скажу за 10 долларов там действительно были все подшипники китайцы не обманули все это имеет место быть все она работает вы знаете да за 10 долларов все есть подшипники все работает так что я могу сказать так что и такие бюджетные катушки имеют право на существование понятно что может быть на силовую какую-то рыбалку на трофейную это дело и не пойдет но просто ловить небольшую какую-то рыбу знаете для начинающих рыболовов чтобы набраться опыта я думаю вполне более чем достаточно вот что могу сказать но всем кому было интересно этот цикл ремонт катушек подписывайтесь на мой канал всем спасибо за внимание до свидания уважаемые до новых встреч